Паланга большого пальца, да? Если от нее провести линию, так, эта линия пойдет вот так соединяющая. Нет, почему? Вот так. Вот так. Пойдет. Подожди, а вот ты вот сюда, как это паланги проведи? Ага. Что-то станет более понятно. Значит, посмотри, у тебя вот эти все четыре вставчика лежат на прямой или на дуге? На дуге. На дуге. Отлично. Проводишь такую линию. Так, видишь, она касательная к этой дуге. Ага. Вот так. Хорошо. И дальше можно вот с этим треугольничком поиграть. Он равнобедренный. Ага. Вот эта длина примерно такая же, какая длина. Ага. Тут никуда не гонится. Это не рука. Нет, это не рука. Сразу более-менее реальную толщину пальцев придать. Ты дальше будешь на эти две линии ориентироваться, как на вот эти границы пальчиков, да? Нет, это как основа. А, это пока основа. Ладно, тогда нормально. Тогда нормально. Ты щемели этот палец? Ага. Ну, обратите внимание, он у вас вдвое толще всех остальных. Что с ним за горь случилось? Это первое. Второе. Я не вижу вот этого угла. Мизинец вот так будет себя вести, если вы его вот так оттопырите. Но у вас же он лежит спокойно. То есть вот такого угла я как-то у вас на руке не вижу. Нет, понятно. Есть опасность, что вам не хватит листа. У меня вот так. Все, ну, нет, ну, если вот так, то нормально. Я вам просил удачу. Подогрежь листа. Сейчас так легче. О, как. Смотрите, как вы провели 8 мизинцев. Он вас что, вот так лист? Ну, а зачем же вот так изобразили? Вы понимаете, что вы нарисовали вот ровно вот так. Потому что вот у вас кости, которые идут сквозь ладонь, и мизинец взял и резко развернулся. А может чужую руку рисовать? Не капризничать. О, капризничать. Чего я тебе освоил как-нибудь? Слишком худо. Ты слишком толстый. А покажите мне, пожалуйста, еще. Смотрите, как получается. Раз, шеста, двадцать, три шеста. Где третий? Я еще даже третий. А посмотри, сколько штатов на сверх пальцев, кроме большого. Вот таки, да, три. Раз, два, три. А на большом? На большом два. Да. Две фаланги, соединенные единственным шталом и штаб с снованием. Маленьше. Маленьше. Маленьше, ее руки. Ребят, еще раз говорю, не фантазируйте, смотрите. Смотрите. Ты правда вот так пальцы держишь? Ну, я держала, а почему он так у тебя получился на вершину? Не знаю, я вообще-то так его держал, почему-то рисовал. Я ему вот так вот, наверное, прижимал. А ты вот так держал? Я так прижимал рисунок. А, ради бога. Вполне возможно тогда, чтобы тебе было удобнее рисовать вот так. Смотри, какая ошибочка. Значит, вот так его и держи тогда. Ну, посмотри, вот у тебя начало указательного пальца, да? У тебя оно вот здесь нарисовано. Точка начала. Посмотри, какое расстояние между точкой начала большого и точкой начала указательного. А у тебя оно очень маленькое. Большой вот здесь начинается. Но у тебя вот эта часть ладони просто нет на рисунке. О, моя очередь, ох, для начала. А потом разберемся, как вот эти места, так называемые, костюшки, выступая у основания пальцев. Когда потом? Ну, не успею, а уже потом. Сначала большой пальцем. Большой палец. Вот понимаешь, это срочная методика. Сначала заслабить одну пентальку, а потом пить одну пентальку. Сначала общий пол. Кажется, я сделаю 10 пальцев, отлично не делаю. В хвалу я отчаянию, что ровно те же самые ошибки делаю, что и в прошлое. Нет, галдеть, это, конечно, дело хорошее. Правда. Но кроме галдежа еще и работаю. Ошибаться. Ошибаться не страшно. Ошибки не исправляют. Вот это правда. Неприлетнейшая особенная человек. Все время делки одни и те же хорошо. Есть такой национальный российский спорт. Бег по кораблям. Выбороть другую дорогу. Или обойти грабом. Да. Слишком сложно до этого додуматься. Вообще и граблю братья. Я вообще не додумался. Продолжить. И через граблю. Шаг будет кожан. Несколько выходов есть. А что там надо сделать в этом спорте? Можно взять его, пробовать еще раз. Дубы, а то сломаются. А может голова сломается? Дубка должен без поведения биться головой об стену. Стену сломают. Дубки, вообще терминал. Давайте разбираться. Кладите руку. Кладите, кладите. У вас самая широкая часть большого пальца здесь. А на рисунке он вот в этой точке сужается. А теперь на руку посмотрите. Ну а что же вы делаете? Да. Значит, это во-первых. Во-вторых. От основания вот этого пальчика. Показательного, да? К основанию большого. Это прямо вот линия продолжается вот здесь. Да. Но ничего подобного. Она вот здесь сгибается. Это уже стало поздно. У вас с этой точки ладонь начинается. А ладонь всегда вот в основании слегка расширяется. А иначе вы ничего в руку взять не смогли. Так. Ну и теперь. А нижняя поверхность пальца вот эта. У вас совершенно прямая или выпуклая? Выпуклая. Выпуклая. А что же вы вот здесь делаете прямую линию? Ведь здесь ваш пальчик виден как раз вот этот пальчик. Его нижняя поверхность здесь видна. Вот, ребят, в изображении руки и лица не бывает нет мягких деталей. Здесь вот чуть-чуть иначе проявление и сразу все меняется. Как отпечатки пальца. Так, так, нормально. Только давай посмотрим. Ладьи руку. Ладьи руку. Давай посмотрим вот на что. Значит, вот этот район. Основание указательного пальца. У тебя в этом месте небольшая, но ямка. Показано на рисунке. А здесь на самом деле ямка или выставка? Здесь выставка. Ага. Ну, сустав-то имеет свою толщину. Понятно? Потому что здесь линия вот так должна быть устроена. Так. Очень сложные места. Это вот эти вот участки между пальцами. Потому что здесь несколько сходящихся, если все есть, несколько сходящихся линий. Вот так, да? Реально, на самом деле, вот эта линия. Вот она. Так. Но при этом просматривается еще и другая. Так что вот эта твоя линия совершенно на месте. Теперь положение большого нормально. А вот это самое основание большого пальчика. Подальше вот здесь. Это же основание ладони. А ладонь у тебя не такая маленькая. Так. Ну и дальше пошло запястье уже. Это уже не наша текущая задачка. Вот так, да? Ага. Ну, теперь вот эти кружочки можешь убрать. Вот эти вот. Линию убрать, они здорово мешают. Так. Опа. И вы хотите мне сказать, что у вас именно такая рука, мы кладем. Скажите мне вот такую выпкую линию на вашей руке. Нет. А что же вы рисуете? У нас была задача нарисовать натуру. Кладите, кладите руку. Кладите руку. Ага. Плюс к этому. Ну, вот так держите большой палец. Да? Хорошо, допустим. Давайте посмотрим, где он у вас кончается. Если вы проведете... Так. Так, сейчас как бы вам это показать. А, нет, нормально. Вы просто не совсем, не в тех местах показали суставы. Потому что суставы на самом деле вот так стоят. Раз, два. Их два на каждом пальце. Не важно. А вы как пожадничали. Решили, что одного сустава будет достать. А большой палец все-таки, во-первых, он слегка покороче. Вот так. А во-вторых, он здесь не обрезан, как кирпич. Он имеет свое завершение. И ноготь вы видите не вот так. Смотрите, вы кладите на место. Вы вот эту площадочку пальца слева и справа от ногтя видите? Одинаковая шарина? Нет. Кладите на место. Не одинаковая. Где шире, здесь или нет? Да. А что же вы ногти рисуете, бог знает как? Вот эту часть всю исправить она не так. Но и с большим пальчиком поработать. И что, опять такая же страшная? Ну, а темно как-то покрасивее. Вы теперь вообще никогда спать не будете. Я так как-то посереду это не спала. Массовое изготовление страшно. Нет, ну, Володя, на самом деле не настолько страшно. Но при такой ширине ладони, которую вы задали, так пальцы, конечно, реально пошире. Да. Пропорцию скочим всех. Да, с толщиной пальцев немножечко. Нет, надо ниже сделать. Я посмотрела, что все отношения визинцы и чуть меньше. Да, а во-вторых, просто сами пальцы более массивные. Или вот так надо, можно убрать. Да. Сардель. Ну, у него же форма сложная, но обратите внимание, вы же видите, вот только что сами вот так вот его выгнули. Видите, какие линии интересные. Вот здесь так, а здесь двойной выгиб. И здесь полукруглая, которая вот сюда как точки выходит. Уж давайте не халтуйте. Давайте ковши. Смотрите. Ты не толкаешь двух кистей. Вот, в состоянии. Сомненки. Такая рука может начать. А, да, самое интересное, с одной левой руки пряжут. Сомненки тоже войдут. Ну, развернутый. Да, я даже сложно представить себе, что он с ним сделал. Хорошо, а не развернутый. Да, оказывается. Нет, ну-то слишком большое. Посмотрите, вот этот большой палец прижать к ладоню. То есть вот так сделать, да? Его кончик окажется ниже основания указательного. А у вас... А вот, смотрите, по серединке это фалангел. То есть он вас вот где должен. Вот я думаю, что он подозрел. Ну да. Вы очень удлинили ладонь, очень низко поставили основание большого пальца, а сам большой палец сделали слишком... Это рисунок оживить. Ну, во-первых, мы бы все-таки слишком разбухали завершение большого пальца. И упрощение, это слишком такое простое задание вот так сделать. Нет, нет, нет. Это было очень проще. Нет, нет. Вот давайте посмотрим, как этот рисунок оживить. Вот мягкий с которым, да? Мягкий. Ага. Вот, смотрите, я некоторые линии делаю намного более яркими. Не все. Намного более яркие, чем остальные. Вы сейчас увидите, у этой руки появится объем. А какие именно? Или любые? Нет, не любые, конечно. Но вот этому, Володь, надо долго учиться. Так, это работа линейной техники, когда никакие тени ты не накладываешь. На самом деле я меняю линии. Я делаю более яркими некоторые участки линий. Так? Объемные, которые. И за счет этого возникает ощущение объема. Вот. Смотрите. Чуть-чуть я в вашу линию вмешался. Что мы получаем в результате. А в результате мы получили больше. Понятно? Хорошо. Продолжение следует...